читаю свиток и малый там малый ты импрувет бью какого-нибудь ближайшего так поехал взрываться но еще не всем теперь читаем телепорт а и взрывались отступаем и нас кастанули в абис отлично просто шикарно телепорт ушел в абис отступили в чем помните я собирался в абис сходить все как положено ты все равно хотел в абис да я же говорю все равно хотел в абис и более того мы свиток телепорта нашли нет мы три свитка телепорта нашли гейнт фри видите офигеть прямо просто отлично где-то зима на ой лучше так чтобы меня хоть не смутировала то что у нас что там по мутациям то вообще мр плюс между прочим единичкой мара на нас именно за счет того что у нас есть хорошие мутации то есть не забывай стрелять не бегай к врагам окей слушайте реально тема вообще с учетом того что у нас апартэшн есть прекрасно о костяной дракон достаем копье расчехляем но сначала надо выстрелить него привлечь внимание так скажем 17 будет 18 ну как думаете да 18 уровень копья за предыдущего дракона не дали за этого дали там что ли шанс или как это вообще работает у нас максимальное копье просто она пронзит небеса да да если не забывай так вон ты на апартэшн макрос какой-то хитрый повесил да макрос который просто делает апартэшн ближайшего предмета это макрос который кастует z апартэшн какая у нас буква zh точка точка это когда вы прицеливаетесь куда-то это прицеливаться на какой-то ближайший предмет или ближайший врагам так вообще мне нужны предметы с другой стороны нам предлагают выход отсюда я пожалуй пойду прочитаю еще один свиток телепортации вот какой-то щит слушать им у кого у нас был что-то что нас отправила в abyss что нас забанишала что-то не замечаю лонг свод band time шраудов галабрия а точная шраудка стану за шрауд во отлично так мы не сильно далеко от входа на самом деле на что нас пассаж задаем уходим в общем так дракона умирает только так о золотых дракона привет бронька золотого дракона просто халява сами себя отравляют ну и нам нужно в угол забиться любой ценой срочно в угол что из угла мы сможем нормально сражаться только с теми кто у нас будет из одного волта выходить из одной четверти волта но все остальные будут уже потом отлично видите тактика работает большая часть врагов осталась в центре мы теперь сейчас будем разбираться только с одной четверти уровня и то потихонечку ой отошел а ты уже из абису ушел но это временно мы я думаю туда вернемся мне там понравилось вы знаете может это эльф кастер может быть это был эльф да вообще банишмент не сильно опасен сейчас для меня он скорее наоборот так еще у нас автопикап что ли выключен да похоже выключен январь угу тенгу масла сферу тут он кастовал ты мне пока стуй это норм место главное чтобы не окружили не 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 самое главное забиться подальше о кольцо артефактный свизор дрейер пользу нам рф стран жойн то и рф минус правда ну минус рф конечно так себе с другой стороны у нас сейчас есть и рф на это кольцо она дает нам чего визардри стран жу in ту р пользу нас отчего идет р пользу нас копья идет то есть и пользу над нам не поможет сильно не даст стран жанта и визардри фактически помню что в абисе необходимо крайне осторожность с местом спавна руны защита там как в аду это я знаю да в абисе руны достаточно хорошо охраняются нас играл ли ты в edge of decadence я вот просто для себя ее только открыл и залип на пару вечеров нет не играл что рекомендуешь но шип шифтер поехали то еще личи уходят в анвизы торминтеров призывают не торминтеры сентинели да это очень опасно но вот чем опасно лечим ну аж двое людей мне рекомендуют и же в decadence тут нужно очень осторожным быть несмотря на то что у меня полный хитпоинт они могут кончиться мгновенно меня один раз за торминтят и второй раз за хорл дамнейш это нят причем дамнейшином и торминтом меня убьют тут очень быстро вот холл сентинель и дитимитл это одни из самых опасных врагов вообще их просто так вот легонько сейчас лич костанул призвал причем этот лич в инвизе находится зараза я убить быстро не могу step from time что ли сделать или еще один телепорт или свиток святого слова прочитать видимо инвизимо да видеть невидимое до сих пор нет давайте это слово прочитаем не сильно помогло видеть их немножко продамажило но так еще разок замедлили меня я и так медленный ну давайте тогда с лаучи сделаем мы убили того кто их призывал автопикап реактивейт нот отличным отходим отсюда потому что могут на звук битвы кто-то еще прибежать я замедленный до прибежал чуть замедло какое-то очень долгое ух прошло получилось с лаучи и холиворд спасли хотя с лауч больше потому что мы еще замедлили в этот момент и это наверное повысило урон должно по идее в принципе так я что-то опять иду в центр делать этого не должен еще один лауч инвиз визит, да, может видеть невидимое зря ходить стал гвард тебя не видел ты, блин, ассасин в хэви-арморе ну вообще, да, я ассасин в не очень-то хэви-арморе я в кольчужке, на самом деле, хожу это так себе не супер-хэви-армор-то но лич может начать сейчас кого-нибудь еще призывать я думаю, особо не стоит нам палочки наши экономить зря я и вулки себе выучил а что еще у нас из заклинаний-то есть хаунд можно сейчас сделать, например, на лича сам он моно-вайпер тоже очень хорошая штука да, давайте хаунд сделаем еще ой, меня запитрифали ой-ка таблепсы призванные ой, опасно слауч так, уже лучше давай, хватит табость ты два хода в облаке табл я не табл я пробел жал, потому что мне говорили, что мой персонаж сейчас немножечко не в состоянии реагировать ни на что так, окей опять немножечко табов стратежных на самом деле таких вы не подумайте это правильные табы не те табы, которые те табы, что табы это совсем другие табы вот, видите, все норм главное, правильно пользоваться своими ресурсами лягушка появляется перед нами и тут же все кончается лягушка просто потому, что она телепортируется куда-то еще один дракон минус здесь обойдем давайте все по кругу для начала зачистим вы не понимаете это другое да, сейчас очень популярная фраза ее к месту и не к месту используют временами начинает уже раздражать откровенно, потому что серьезно ну я вообще реально стелси я такой стелси, что просто меня никто не видит халява какая халява вот тут посмотрите что у нас здесь? титаны руна убили титанов ну так вот еще третий появился самое главное заставлять его подходить ближе и не тратить ходы на то чтобы нас убить ну вот, теперь можно отправляться в зод все что за рингмейл мы тестить сейчас не будем по одной простой причине потому что может быть кто-то появится в тот момент когда мы будем переодеваться представляете, если нас застанут со спущенными штанами это довольно неприятно будет так, пора поесть съели какой-то чанг ого, тут смотри, что драконы драконы это серьезно, конечно я вот этого бы убил он легко убивается урона наносит много так, отступаем отступаем и лечимся галлюциногенная лягушка горячего и ночи такие тоже бывают каждый геймер да, был хотя бы раз в жизни но не каждого есть мужество признать это, говорит пенсер оф фейд вот значит как да нужно все-таки оставаться самим собой и признавать свои недостатки кольцо на диксту окей что тут у нас за трезубец у нас тут кольцо огня с эрлеком маной интеллектом очень хорошее кольцо на самом деле для кастера наверное ну хотя нет тут визардерей не хватает также демонический тридент рифт с дисторшеном и ну рич это у всех вообще трезубцев у всех полиармов то есть просто плюс 8 тридентом в дисторшен фигня полная unfortunately it added no spells to the library к сожалению спиллов не нашли новых печаль беда так ну ладно продолжаем двигаться потихонечку танцевать обойдем все по кругу сначала о дракончик хоп зафармили дракончиком нет у нас что-то хочет вернуться персонаж сюда по какой-то причине непонятно по какой видимо там будут осматривал как обычно это бывает больше драконов драконы нам теперь не страшны от слова совсем ну нет на самом деле они могут быть страшны когда они при поддержке кого-нибудь нас разбирают а мы не имеем возможности их ну сент роком так вы знаете так хочется кастануть сюда какое-нибудь облако но на самом деле нужно intoxication кастануть или toxic radiance видите жух жух больше intoxication но всех потравили и я бы не против кем-нибудь перекусить мне небольшой конфликт говорит насвайк как остановиться а оставаться собой и развиваться одновременно развить это победа над собой преодоление себя то есть это же изменение себя но тут вопрос в том что ты считаешь собой что для тебя является фундаментальными качествами и фундаментальными такими основами твоей личности и тут очень важно их придерживаться если они для тебя важны и ты считаешь их фундаментальными основополагающими для того чтобы считать самого себя собой с другой стороны менять все остальное почему бы и нет вообще не надо задавать слишком философские вопросы самому себе в первую очередь кулна пикапа на этом зачем тебе пикапит айтом кого-то там запикапить решил грязный пикапер что вот из этого могли запикапить свиток аквайромент очевидно что же еще то так тогда нужно подумать что можно дропнуть давайте рингу в сленг пока дропнем свиток брендове опона бошен инвиза возможно стоит выкинуть потому что у нас теперь есть инвиз на магии ну да как-то так банка полета возможно не нужна вообще ну не знаю хорошая штука же ты что как можно выбираем аквайромент читаем аквайромент что нам предлагают какой-то фигнем shield of cold resistance фигня stuff of conjuration фигня арбалет фризинга фигня у нас уже такой где-то был все фигня полная ну что деньги возьмем как думаете я думаю деньги возьмем потому что тут еще какой-то щит я видел валялся прямо у входа в центральной части этого уровня который был с дополнительными бонусами то есть неординарной груши бери отличный вариант спасибо постмодернджордж я просто в восторге от таких советов вот что бы я без вас делал золото берем в итоге получается да какой-то сияющий шлем но у нас есть хорошая шапка этот шлем явно не будет ее лучше а вот есть другая хорошая шапка возможно она еще даже более хорошая чем у нас давайте наденем эту шапку и проверим насколько она лучше или хуже то которая на нас рен стрэндж плюс 3 она строго хуже той шапки вот по всем показателям меньше брони меньше рены меньше стрэнджи пипец куда лишь делся он только что здесь был я же видел эту заразу мы в центр просто опять возвращаемся не знаю стоит ли но там вот видно щит так партейшн у нас на какую кнопку чтобы конкретно выбрать клетку оп Tower Shield of Reflection на нас по-моему амулет рефлекта надет да на нас амулет рефлекта но это позволяет нам другой амулет надеть и амулет у нас есть с регеном МП с сленгом курсой с регенерацией мэджик регеном Александр спокойно 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 держись самое главное не нервничать ну знаешь повышение давления как бы нагрузка на сосуды лишь нет все не нужно тебе я тебя уверяю так ну что у нас тут я просто думаю какой амулет надеть вместо того который мы сейчас заменим на щит наверное с регеном МП что-то нужно но с стренджей минус 2 хотя с другой стороны почему нет больше капса в любом случае заменить этот щит можно прямо сейчас потому что у нас плюс 0 а это плюс 1 вот теперь нужно дропнуть старый щит у нас теперь более крутой щит окей башный щит ты не понимаешь с рефлектом горит Александр Рэд ну да а он с рефлектом слушай а чебряда не запрещает ли тебе рейдж кстати он скорее всего не запрещает но убирает компоненту которая хосту дает насколько я помню там это так работает то есть как бы берсарк включается но хосты он тебе не дает насколько я помню что у тебя качается отличный вопрос вообще все качается все дорогой качается что только можно а в особенности хорошо у меня посохи summoning и вакэйши накачаются оу u7 u4 huk подписался на твиче спасибо тебе мне казалось что чибри агрится на берс вот я это не помню то ли это в последних версиях поменяли то ли это еще в транке но не поменяли до конца ну как то так так оп оп застрелили зачем посохи то ну просто на всякий случай не знаю у нас есть посох вон в руках где то был elemental staff например видите у меня есть отличная штука просто на случай если нам резисты нужны будут берешь в руки и такой ну я с резистами зато еще можешь посохом навесить кому-нибудь круто же вы че так кругом мозги летают апогенные глаза что только нету у нас 27 уровень последний что мы будем качать конечно же инту вообще в чем вопрос фил клевер 46 инты да круто у этого посоха еще урон элементами идет грит алекс ну вот это вот я не смотрел не видел смайлики с военной отвич не добавил грит гуччи согласен надо заниматься развитием стриминга канала и всего такого так а что у нас здесь а у нас кольцо с блинком инвизом и полетом ну не очень кольцо на самом деле мы потом посмотрим вообще все что есть на уровне через поиск точку видите вот как с лещами нужно разбираться сам себя убил фактически не успеваешь одного убить что-то происходит в общем да поэтому в центре стоять нельзя реально опасно сразу со всех сторон бегут 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 и вот пойди разбери что с этим всем делать так там какая-то артефактная броня была да да о книжечка что эта книжечка нам даст я делаю ставку что ничего да it added no spells to the library ну на самом деле у нас уже есть достаточно неплохой набор осталось только найти что гласеет вот на что заменили как я вот не помню называется этот навык но у нас агнишин уже 26% заметьте отлично же шайтер правда с торнадо не очень но в остальном мы приближаемся к тому чтобы стать прям супер мега кастером крутым самое главное скиллы магические скиллы у нас всего там 14,6 все нам сам одинаков побольше немножко и транслокейшны ну вот из-за этого в основном у нас достаточно низкие шансы каста высокоуровневых заклинаний о ботинки эти ботинки нужно проверить что у нас обычные ботинки надеты boost of stealth не то чтобы супер круто но сойдет это лучше чем просто обычные ботинки давайте поищем а какие еще ботинки были у нас когда это не было в игре они какие это вторые ботинки которые мы нашли за всю игру реально вторые да вы серьезно не ну блин ну как так ну и вот в общем-то все да да что мы видим на этом уровне неизвестная артефактная бронь кольцо с блинком инвизом полетом ну это такое вокальное кольцо которое тебе блинкануть позволяет в инвиз уйти и полететь вдруг если захочешь но это не супер круто шляпа которая нам не нужна вот неизвестная бронька есть еще одна рингмейл сияющая она может быть лучше чем то что сейчас на нас надета или на нас сейчас другая бронь надета да на нас фичковая броня надета на самом деле обувь не завезли в игру надо бить крокодилов и сделать из них макосина броня золотого дракона это безусловно очень хорошо довольно неплохое кольцо на визарде наверное со струнджой нтф добавок кольцо огня с манопоушеном и интеллектом тоже мне нравится но не настолько оно мне нравится как пока протекшен потому что в принципе урона у нас хватает вам скажу кастовать прям сильно я от этого лучше не стану но все же стоит об этом задуматься какие-нибудь игнишины кастовать оно позволяет должно очень хорошо потому что и фаер и инта плюс 5 там и маны больше ну игнишина такая штука что она очень хорошо работает против большинства монстров но она не работает против тех против кого тебе нужно что-то особенное и как бы обычно урона у нас хватает нам нужно что-то действительно особенное против особенных монстров и собственно все больше тут особо ничего не видно давайте бронь определим проклятая броня садиксой иркце ирпоизоном фигня еще одна броня была ю мр минус да что ж такое-то а ведь хорошая броня могла бы быть стрэнжа 8 декста симвиз главный которого у нас нету нигде где он вообще есть еще кроме этого кольцо симвиза и топорик симвизом антимагический все будешь барабаны брать да нет не буду наверное ну да конечно не могу еще и снять ко всему прочему вся проклятая но item to drop серьезно ну че в абисс пойдем не в слаймы же идти в конце от концов да похоже в абисс пойдем или в зод да в зод сейчас можно заглянуть на пару уровней хотя бы у нас для этого персонаж должен быть достаточно готов амулет 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 чуть не забыл нам нужно амулет хороший взять какой-нибудь может в magic regent взять который без strange минус дексты плюс 6 рост амулетов регенерейшн magic регенерейшн остальные так себе да поехали сколько тут всего тоже самар минус в основном все ты когда вызываешь окно где написано куда можно пойти мы этого на стрим не видим серьезно слушайте я вот открываю сейчас инвентарь только когда его прокручивать окно видно да реально открываю например скиллы скиллы сразу видно интересно ctrl-o видно видно да вот видно почему-то не знаю почему-то видно о отставание на кадр то есть у меня сейчас на экране видно как я сдвинулся ну точнее вам видно как я сдвинулся я на самом деле сдвинулся и открыл окно то есть после движения окна не видны а потом видны вообще не видно как я в первый раз двигаюсь движение с задержкой видно какая дичь ну ладно неважно и две ризотто перед нами открываются и вы знаете ну да окей тут конечно и мар тоже бы не помешал повыше кушать хочется кстати заметьте эффект арбы работает теперь здесь везде или он раньше тоже работал я не помню вроде бы нет это значит что у вас телепорт будет к врагам так нам нужно использовать корону а мы тоже так можем мы тоже можем в инвиз наверно мафов в раф miss something you puncture something impale something вот она зараза привет роллер привет грид дайс не могу поздравить нас всех с победой над вирусом но с концом недели то можно ну что у тебя тоже с концом рабочей недели курсор тоже не видно не видно знаете мне курсор не видно на самом деле а то есть когда я f делаю например прицеливаюсь так что ли не видно да нет вроде бы видно я сейчас смотрю на стриме там есть эти изменения в общем что-то с захватом даже кролла конечно нехорошее происходит скажу честно но с этим скорее всего можно жить и вы знаете нужно свиток бренд вёп он выключить пожалуй какие бы еще свитки выключить ну остальные сойдут пожалуй да уши нэнфин вис можно вырубить не хочешь перебрендить арбалет так у нас плюс два в руках есть плюс один офф фризинг в волтах давайте попробуем перебрендить флейминг стал фризингом отлично у нас еще в волтах остался один страдайте прекрасно я даже знаю встанет последний еще одного бренда аст я даже знаю встанет после чё-чё-чё не хочешь перебрендить в общем неважно скорее всего речь шла про то что он станет еще одного какого-нибудь бесполезного бренда может быть вернется обратно на файер или просто останется фризингом а такое интересно возможно хорошая мысль возможно ли такое я вот не знаю хотелось конечно бы электричеством ой-ёй-ёй-ёй что-то дайс разогнался то у нас уж там дамнейшн полетел дамнейшн страшная штука она ничем не резистится не блочится больше блинка блинк это замечательно вообще объясните мне что я здесь делаю качаю скиллы наверное что еще могу здесь сделать поздал нас стрим чебрядос полюбит меня говорит Александр кот да слишком медленно добирался до стрима привет тортик говорит объясни нубу как юзуется скролл эмалейшн скролл эмалейшн вешает дебаф на всех вокруг на всех видимых врагов и когда враг с этим дебафом умирает он взрывается вокруг себя радиусом в одну клетку огненным взрывом соответственно если на всех вокруг висит этот дебаф то один взрыв может повлечь смерть другого чувака соответственно тут тоже взорвется и они по цепной реакции начнут взрываться один за другим но как-то так эмалейшн работает